Здравствуйте! Я присоединяюсь к акции «Библиотекарь дома». Скоро праздник Великой Победы. 75 лет назад это случилось. Но эту победу приближали не только солдаты и командиры. Приближали еще наши четвероногие друзья. И о таком друге я бы хотела зачитать вам отрывок из рассказа Веры Чаплины «Джульбарс». Прошло несколько лет. За это время Джульбарс нашел тысячи мин. Отступая, фашисты минировали все. Дома, вещи, посуды, кушанье. Одним словом, все, до чего мог дотронуться человек. Но Джульбарс своим чутьем разгадывал самые химикулы и врага. И этим спасал жизнь многим людям. Не раз спасал жизнь он и своему хозяину. Однажды, освобождая от мин дома, Иванов зашел в заброшенную квартиру. Комнатка, в которую он вошел, была маленькая и уютная. А остатки еды на столе показывали на то, что ее недавно поспешно уходили владельцы. Забыв осторожность, он хотел пройти в соседнюю комнату и уже подошел к двери. Но вдруг Джульбарс опередил хозяина. Он сел на самом пороге и загородил проход. Иванов не понял собаку. Он взял Джульбарса за ошейник и хотел отстранить. И тут всегда послушный Джульбарс неожиданно огрызнулся. Вывернулся из рук хозяина и вновь загородил ему дорогу. Такого поступка Иванов не ожидал. Чтобы Джульбарс огрызнулся, не послушался. Нет, здесь что-то не то, подумал Иванов. И верно. Под порогом двери, в которую он хотел войти, оказалась спрятанная мина. Всю войну Иванов не расставался с Джульбарсом. Побывал с ним в Смоленске, Белоруссии, Польше. Конец войны застал их в Берлине. Домой Иванов возвращался не один. Рядом с ним в поезде сидел его верный помощник Джульбарс. Когда Иванов приехал в Москву, он послал письмо Коле. Он написал Коле о том, как хорошо он воспитал своего любимого друга. Он много раз спасал ему жизнь. И что ему, Иванову, очень жалко расставаться со своим четвероногим другом. И Коля не взял Джульбарса. Он ответил, что хотя и очень любит, но все же решил его оставить Иванову. А себе Коля заведет еще собаку. Назовет Джульбарсом. Когда она подрастет, он обязательно подарит советской армии. Берегите себя и своих близких. С приближающимся вас праздником!